Текстовая релевантность Поговорим про стандартные классические методы текстовой релевантности Поговорим про векторную модель ранжирования Немножко коснемся вероятностной модели ранжирования И поговорим про всякие латинтные модели Типа Word2Vecов и всего остального Вообще, что такое ранжированный поиск? Поиск, который мы видели до этого, он с ранжированием был связан весьма опосредованно То есть мы видели работу булевого поиска И мы понимали, что у нас документ либо подходил запросу, либо не подходил запросу целиком Пользоваться булевым поиском для реальной практики, для реальной жизни почти нереально То есть это прерогатива каких-то там, условно говоря, продвинутых экспертов Которые хорошо понимают, например, свою какую-то предметную область Которые могут точно сформулировать запрос Понять, какие документы с какими словами они хотят найти Наоборот, какие слова они хотят из поиска исключить и так далее То есть это, условно говоря, можно применять, не знаю, в каких-то госорганизациях Типа Роспатента, еще чего-то Также хорошо такие модели подходят для каких-то автоматических поисков Например, для приложений, где мы можем автоматически профильтровать И уже среди результатов поиска как бы поискать то, что нам кажется наиболее релевантным Ну и как бы более востребованным в нашем приложении Однако для обычных пользователей, понятное дело, что тема с булевым поиском Она вообще ни разу не подходит То есть обычный пользователь никогда по факту не будет писать булевый запрос То есть большинство пользователей не хотят ни в коем случае просматривать там тысячи результатов поиска Они хотят, чтобы они вбили запрос и, соответственно, сразу получили там, условно говоря, в первой пятерке то, что они искали Какая проблема есть у булевых запросов? У булевых запросов есть как бы две крайности Они возвращают либо слишком мало результата Когда у нас много слов в запросе и мы определяем их через end Либо, соответственно, слишком много результатов, когда мы недостаточно точно сформулировали свой запрос То есть вот, условно говоря, есть какие-то два примера, которые это иллюстрируют То есть если мы, например, поищем там, не знаю, скачать бесплатно, мы получим там какие-то миллионы результатов Если мы поищем вот такое сочетание, такую фразу, когда вот мы хотим много-много слов в запросе То, скорее всего, мы не найдем ни одного документа в интернете, который бы одновременно содержал бы все эти слова Поэтому по факту от пользователя требуется наличие как бы соответствующего навыка, чтобы реально уметь, скажем так, применять вот эти вот развесистые булевые запросы Для получения тех результатов, которые ему действительно нужны Чем по факту отличается кардинально модель ранжированного поиска? Модель ранжированного поиска упорядочивает список документов из коллекции по запросу Согласно некоторой своей функции релевантности, своего понимания того, какой документ хороший, какой плохой Ну и, соответственно, вместо языка запросов и операторов, которые мы видели в булевом поиске, соответственно, в ранжированном поиске Тупо применяются слова из человеческого языка То есть пользователь, как, собственно, как хочет спросить у поисковой системы Как вот ему в голову запрос пришел, он, собственно, так и спрашивает Вот К вам такой вопрос, собственно Как вы думаете, применяется ли в современных системах булев поиск? Если применяется, то в каком виде? Ну и, соответственно, какие евристики, какие ограничения, вы думаете, могут быть использованы для того, чтобы его можно было применять? Ну, наверное, он применяется на первоначальных этапах поиска И нужно как-то смягчать запросы, чтобы он не проваливался в выдачу малого количества результатов То есть он лучше дает слишком много, а дальше мы уже будем ранжировать Угу То есть ваше мнение такое, что на этом этапе самое важное – это полнота То есть, условно говоря, возьмем побольше, а там как получится Ну, смотря какие техники ранжирования мы будем применять, наверное, что да Угу Угу, вы во многом правы, да Но, то есть, тут нужно понимать, что мы в прошлый раз этой темой немножко касались Что ранжирование современной поисковой системы, оно состоит из нескольких этапов И вот этот этап фильтрации, этап подъема, на нем действительно зачастую применяются самые простые модели булевого поиска За счет того, что перед нами стоит задача быстро отфильтровать достаточно большое количество документов, которые содержат слова запроса в каком-то виде И редуцировать это множество фактически на два порядка Для того, чтобы мы могли более сложные модели ранжирования уже применить на более поздних этапах При этом имея возможность по времени ответа как бы еще уложиться То есть, зачастую от моделей вот этой фильтрации, о которой идет речь И о применении булевого поиска стоит понимать вам следующую вещь Что по факту, да, для фильтрации применяется булев поиск, но он применяется, скажем так, в виде всяких эвристик, костылей И во многом смысле он представляет из себя некоторую такую инженерную задачу Которая не является задачей тех моделей инфопоиска, которыми мы занимаемся Не является задачей датамайнинга То есть на этом этапе ранжирования поисковой системы нет какой-то сложной развесистой логики Есть по факту много-много низкоуровневых оптимизаций, которые сделаны для того, чтобы как можно быстрее и эффективнее Можно было бы отфильтровать потенциальных кандидатов на финальное ранжирование И, соответственно, уже к этому финальному ранжированию перейти То есть по факту задача выглядит ровно так в этом месте Понятное дело, что также используются всякие возможные расширения запросов Для того, чтобы фильтрация была, скажем так, недостаточно жесткой Чтобы мы потенциально хорошие документы не выбрасывали на этапе фильтрации Чтобы мы не жестко зарезали моделью булевого поиска какие-то документы А делали, например, какие-то допущения То есть рассматривали бы не только оригинальные слова запроса Но еще, например, оригинальные слова вместе с синонимами То есть это будет нам повышать полноту Но, с другой стороны, мы должны понимать, что на следующий этап ранжирования Мы в конечном итоге можем перевести только ограниченное количество документов И вот то, что вы сейчас сказали по факту про полноту И то, что мы хотим взять как можно больше Да, мы, с одной стороны, хотим взять как можно больше Но, тем не менее, нам среди этих как можно больше Надо на самом деле выбрать все-таки какое-то ограниченное подмножество То есть, как здесь обозначено, там, 10-5 документов С которым мы в дальнейшем будем работать Потому что по факту, то есть, если мы, например, хотим взять как можно больше Это, скорее всего, приведет к замедлению нашего бэкэнда Это будет тормозить наше ранжирование Хотя, понятное дело, с точки зрения качества, с точки зрения полноты Мы будем выигрывать в этом месте То есть здесь у нас есть такой баланс, есть трейд-офф между тем, условно говоря Сколько у нас времени есть на то, чтобы что-то поранжировать И количество, ну, то есть, количеством документов, которые мы можем обработать И разработка этой части как бы поисковой системы Она в основном ведется в плане каких-то оптимизаций И каких-то евристик для того, чтобы, соответственно, выполнять эту операцию ранжирования Как можно быстрее И при этом поднимать на следующий этап ранжирования как можно больше релевантных документов Отдельно мы как бы с вами в курсе, получается, про этап фильтрации в поисковой системе не говорим Но поскольку вы, условно говоря, первую часть курса как бы посвятили модели булевого поиска То вы как бы в общем случае представляете, как эта штука могла бы быть устроена Единственное, что здесь стоит сказать, что одной из техник и одной из евристик, которые для этапа фильтрации дополнительно применяются Это так называемое статическое ранжирование документов по их хорошести То есть, условно говоря, когда мы формируем обратный индекс Мы можем какие-то документы положить, условно говоря, поближе к цепочке Какие-то документы подальше в цепочке по каждому слову То есть здесь, соответственно, логика такая, что если, например, мы знаем, что документ, условно говоря, у нас хороший и часто востребованный То есть, так называемый горячий документ То есть, например, там, не знаю, страница ВКонтакте, там, страница Одноклассников То их имеет смысл там по соответствующим словам как бы класть в начало цепочки Если, соответственно, это там наш любимый корейский спам, то мы его кладем куда-нибудь подальше То есть там зачастую применяются вот такие вот техники А дальше в основном все упирается в то, насколько эффективно и быстро мы умеем Как бы вот эти вот цепочки для разных слов пересекать, объединять И, соответственно, передавать вот это вот кандидаты Как бы потенциальных кандидатов на показ пользователю на следующий этап ранжирования Понятно, да? Что тут происходит? Да, непонятно только одно А как этот корейский спам вообще попадает в индус? Он разве не был отфильтрован на даты его формирования? Ну, смотрите, вы же всегда понимаете, да, что есть типа трейдов между Типа вот когда мы фильтруем часть документов Понятное дело, что там система антиспама, она в общем случае не идеально работает Вот, и, соответственно, часть корейского спама, она так или иначе попадет Плюс, соответственно, бывают какие-то запросы, по которым даже корейский спам бывает релевантный Ну, то есть, условно говоря, когда ничего другого нету, ну, и пользователь, собственно, фактически искал этот корейский спам Ну, то есть, такие ситуации как бы тоже могут быть Поэтому, то есть, эти документы, они в каком-то количестве тоже попадают в индекс Но лежат, условно говоря, на его задворках И, по факту, в самый последний момент показываются пользователю, когда мы точно понимаем, что ничего другого мы ему показать не можем Просто у нас в базе ничего другого, похожего, релевантного на его запрос нет Так, прежде чем начать говорить про релевантность, давайте мы с вами ответим на такой вопрос Что, по вашему мнению, является релевантным документом к запросу? Что это значит? Что это значит? Пользователь не введен в другой запрос Пользователь кликнет Хорошо, пользователь ввел запрос погода Увидел, значит, подмесик там, где с солнышком там или с градусом там И никуда не кликнул Что, плохо все? Ну, он больше по погоду спрашивать не будет Ну, значит ли это, что он нашел погоду? Может быть, он не нашел про погоду и ушел там, не знаю, куда-нибудь там, конкуренту смотреть погоду Как это понять? Сколько миллисекунд? Сколько времени? Ну, вот сколько миллисекунд ему надо увидеть там, температуру, которая выводится в ответе? Пять секунд Пять секунд? Что так долго? Ну, вот вам надо, чтобы увидеть, осознать эту цифру там, не знаю Или вы еще идете, руку за окно высовываете, сравниваете показания Ну, то есть Ну, смотрите, вопрос на самом деле нифига не праздный Поэтому он, собственно, тут и задается И в общем случае нужно понимать, что, как бы, понятие релевантность Это, на самом деле, понятие комплексное, сложное и крайне субъективное Вот Как бы в информационном поиске релевантность принято рассматривать с разных сторон То есть мы можем учитывать, как бы, разные аспекты релевантности То есть мы, например, можем понимать, насколько тематика запроса и документа совпадают Мы можем как-то по пользовательскому поведению понимать пользовательскую релевантность Потому что, вот даже если мы рассматриваем какие-то многоинтентные запросы Термин многоинтентности понятен или не очень Ну, это, условно говоря, присловутый запрос Ягуар То есть, условно говоря, кому-то нужны кошки, кому-то нужны машины А братишу с района нужно там, как бы, это Узнать, где ближайший ларек, значит, где можно отовариться Вот И, как бы, то есть, в зависимости от того, кто к нам пришел Выдача, в общем случае, ну, как бы, может быть разная Ну, и, наверное, должна быть разная То есть, понятное дело, что мы можем, как бы, в среднем с оптимизироваться То есть, не знаю, там, например, если так прикинуть Если у нас сверху стоят, значит, по запросу Ягуар В основном какие-то машины Значит, что, скорее всего, большинство пользователей, которые пользуются нашим поиском Они выбирают, ну, то есть, кликают именно в документы, которые связаны с автомобилями Ягуар Вот, там дальше идут что-то про кошек Ну, а, соответственно, про тот самый Ягуар, о котором все знают Соответственно, то есть, его выдача не показывается Это значит, что, скорее всего, пользователи, которым это нужно Их, скажем так, у нас меньшинство Есть также понятие какой-то формальной текстовой релевантности Есть понятие семантической релевантности Ну, то есть, условно говоря, вот текстовая релевантность Это вот когда мы тупо понимаем, что в запросе О, точнее, в документе есть слова запроса Как бы формальный критерий выполнен Вот, но с другой стороны, есть еще семантическая релевантность Когда мы, условно говоря, прочитав документ и, например, даже поняв, что там какой-то значительной части слов запроса нету в этом документе, мы все равно можем сделать вывод о том, что этот документ как бы релевантен. Соответственно, про ранжированный поиск. Когда поисковая система возвращает ранжированный список документов, то есть сортирует документы по какому-то критерию хорошести, которые она внутри себя знает, соответственно, большой объем результатов для пользователя проблемы не является, потому что наиболее релевантные результаты ему показываются сверху. То есть он как бы в первой пятерке результатов видит то, что он хочет, и, соответственно, те проблемы, которые мы видели в булевом поиске, здесь уже такой проблемы не представляют. Но это все работает только в предположении, если наш алгоритм ранжирования работает хорошо. То есть если мы сортируем как-то не так, ну или по мнению пользователя как-то не так, то, соответственно, пользователь начинает прокликивать выдачу всю подряд в надежде на какой-нибудь 150-й странице найти такие, что ему нужно. Для того, чтобы каким-то образом построить систему, которая будет выдавать ранжированный список результатов поиска, нам нужно в общем случае каким-то образом упорядочить документы в порядке наибольшей полезности для пользователя. Каким образом мы можем составить такой порядок? Ну давайте для каждого документа по запросу приписывать некий скор, какую-то оценку, которая будет представлять из себя в общем случае какое-то вещественное число. То есть оно может быть, например, из интервала от нуля до единицы. Оно может быть просто как-то, то есть от минус бесконечности до плюс бесконечности. То есть это не очень важно. Самое главное, что эта штука должна делать, она должна отражать, насколько хорошо, по нашему мнению, данный документ для данного запроса подходит. То есть чтобы мы фактически могли, имея эту чиселку, просто поранжировать документы по ее значению и, соответственно, те документы, которые имеют наибольший скор, их поставить сверху. Окей. Как мы можем это делать? Давайте, давайте пофантазируем. Значит, нам нужно каким-то образом научить назначать вес для пары запроса документов. Ну вот давайте, условно говоря, представим следующую ситуацию. У нас есть один термин, то есть там однословный запрос. То есть очевидно, например, что если термина в документе нету, то скорее всего такой документ для нас будет нерелевантен, нерелевантен, мы ему будем присваивать вес нор. Соответственно, если термин будет встречаться в документе часто, соответственно, в зависимости от того, как часто он встречается, мы будем вес такому документу повышать. Почему нет? В общем случае мы можем рассмотреть модель мешка слов. Про модель мешка слов, я думаю, вы уже многократно слышали везде. Один из ее очевидных недостатков заключается в том, что не учитываются никак порядок слов в документе, порядок слов в запросе. Но тем не менее, условно говоря, мы можем, соответственно, посмотреть, например, какое количество слов у нас есть из запроса в документе. Ну и, соответственно, в зависимости от того, какое у нас пересечение, например, какую-то меру Жакара посчитать, мы можем сделать вывод на тему того, что данный документ по запросу является более релевантным или менее релевантным. Ну, то есть в зависимости как раз от меры Жакара. Но здесь, поскольку мы пользуемся моделью мешка слов, нужно понимать, что есть очевидные недостатки. То есть недостаток номер 1, это, ну вот, условно говоря, мать любит дочь, дочь любит мать, неясно, кто кого любит. То есть по одному и тому, по этим двум запросам будут, соответственно, находиться и такие, и такие документы. То есть мы не умеем в данной модели различать, собственно, подобный результат. Это, конечно, косяк. Соответственно, вы в прошлом семестре проходили такую штуку, как координатный индекс. Координатный индекс, безусловно, такие документы может различить, и мы, соответственно, в следующих моделях, которые будем рассматривать, уже попробуем как-то эту информацию учесть и различить вот такие вот ситуации, чтобы не находить по одному, как бы, ну, по одному варианту написания другой. Отлично. Поговорим про такую штуку, как частота термина. Частота термина в документе — это, собственно, величина, которая определяется как количество раз, сколько слово определенное «т» встретилось в документе. Как нам, собственно, такую частоту заиспользовать для расчета весов? Если мы попробуем ее заиспользовать в явном виде, то есть вес присваивать пропорционально этой штуке, то, скорее всего, будет не круто, потому что документ, который имеет там в 10 раз больше вхождений, он, соответственно, будет в 10 раз релевантным. Ну, то есть очевидно, что это как-то не совсем так. Вот, то есть пропорционально это быть не должно, поэтому, собственно, предлагается использовать логарифмическую частоту. Ну, то есть вместо того, чтобы убрать просто частоту, возьмем вот такую вот величину, вот, и будем, соответственно, для пары запрос-документ веса определять как бы суммой по всем терминам запроса входящих документ вот по такой формуле. То есть если у нас в документе нет ни одного термина из запроса, то вес равен нулю. Понятно, да? Простая схемка. Примитивчик. Так, теперь вы, наверное, знаете еще про такую штуку, как документная частота, обратная документная частота. Давайте вот про это немножко поговорим, про это вспомним. То есть мы с вами, очевидно, осознаем тот факт, что бывают слова какие-то более значимые, бывают слова какие-то менее значимые в запросах особенно, ну и в документах в частности. Вот бывают типа стоп-слова, там, предлоги, там, союзы, частицы. Это важные слова или неважные слова, как вы думаете? Бывают случаи, когда там без них даже состоит. Бывает, да. Но, так скажем так, в среднем случае. В среднем нет. Ну, то есть, условно говоря, если мы с вами знаем, что слово какое-то, ну, там, какое-то определенное слово встречается очень часто во многих документах, то наличие или отсутствие этого слова в общем случае, как бы мы понимаем, что погоды в целом не сделает. То есть мы осознаем, что какие-то предлоги союза частицы, которые встречаются во многих документах, если мы, соответственно, их даже не учитываем при поиске, скорее всего, мы ничего глобально плохого не сделаем. Хотя, как вот правильно заметили, бывают исключения. Там запросы типа что, где, когда там и так далее. Идея заключается в том, что давайте попробуем каким-то образом заучитывать вот это вот знание о том, что какие-то слова являются более редкими, какие-то слова являются более частотными. И попробуем более редким термином присваивать больше вес при аранжировании. Ну, значит, человечество давно уже придумало, как это можно сделать. Предлагается воспользоваться такой штукой, как обратная документная частота. Значит, что это такое? Во-первых, давайте определим, кто такая документная частота. Значит, документная частота — это количество документов, которые, по факту, содержат в нашей коллекции какой-то термин. Ну, какой-то термин. То есть для термина T, например, документная частота — это количество документов, которые этот термин содержит. Вот. Соответственно, мы можем определить такую величину, как обратная документная частота. Значит, обратная документная частота, она представляет из себя логарифм отношения количества документов в коллекции к количеству документов, которые содержат данное конкретное слово. Вот. То есть и логика заключается в том, что чем больше слов, чем больше документов в коллекции содержит данное слово, тем меньшее значение IDF данное слово имеет. Ну, давайте посмотрим какие-то примеры на эту тему. Вот здесь приведем пример, когда у нас есть коллекция из миллиона документов и, условно говоря, количество для вот этих вот примеров, сколько, в скольких документах вот они встречаются, и какое значение IDF они будут при этом иметь. То есть видно, что, например, частицы и предлоги, они в общем случае имеют какие-то минимальные значения. минимальные значения IDF, соответственно, какие-то редкие слова, существительные, они имеют вполне себе значимое значение IDF. Я думаю, тут все более-менее понятно. Теперь про значимость IDF в ранжировании. То есть очевидно мы понимаем следующую штуку, что по большому счету IDF в ранжировании представляет из себя не что иное, как важность слова для запроса. То есть и очевиден тот факт, что по большому счету, если у нас запрос является однословным, например, iPhone, то абсолютно не имеет значения, какой у нас IDF-услово iPhone для ранжирования, потому что, условно говоря, когда мы взвешиваем документы по IDF, соответственно, все документы, которые имеют в наличии данное слово, они, собственно, будут взвешены одинаково по IDF. Поэтому по факту IDF ни в коем случае не влияет на однословные запросы, на их ранжирование. На что он действительно влияет, это на многословные запросы. Причем чем больше слов запросить, тем, собственно, страшнее те результаты, которые по ранжированию с учетом IDF получаются. Вот смотрите, есть, например, такой кейс. Есть у нас запрос серобуро-малиновые штаны. И мы как бы понимаем, что штаны у нас в общем случае в коллекциях документов встречаются сильно чаще, чем упоминание чего-то серобуро-малинового. Но когда мы начинаем ранжировать документы, и у нас у серобуро-малинового более высокий IDF, что будет происходить у нас в ранжировании? Но в первую очередь, конечно, мы найдем документы, которые одновременно содержат и слово штаны, и слово серобуро-малиновый. То есть это будут как бы документы, в которых содержится и то, и то, и они будут действительно иметь максимальный вес. Окей. Но допустим, у нас в индексе нет документов, которые содержат одновременно и то, и то слово. Что будет показано дальше? Все, что угодно серобуро-малиновое. Все, что угодно серобуро-малиновое, да. То есть вы представляете, да? Вы пришли там и ищете в поиске серобуро-малиновые штаны, и вам находятся там серобуро-малиновое, там не знаю, кофта, серобуро-малиновые, там ботинки, там все что угодно. А по большому счету, может быть, вам и серые штаны вы подошли, и малиновые штаны вы подошли. Ну то есть, понимаете, в общем случае вам нужны штаны. Вам не нужно что-то серобуро-малиновое. Вот. Поэтому в общем случае, то есть такая схема с применением IDF, она является не очень адекватной, то есть особенно для многословных запросов, когда мы начинаем их взвешивать, и видим, что какие-то редкие термины, они зачастую перекрывают какие-то более по смыслу важные термины, это зачастую приводит к каким-то неадекватным результатам в ранжировании. То есть вообще нужно понимать, что глобально важность слова, она на самом деле зависит от контекста этого слова в поиске. И вот эти схемы, завязанные на IDF, они в общем случае работают недостаточно здорово за счет того, что важность слова в виде IDF рассчитывается один раз и является какой-то статической мерой важности слова. Окей, значит, к чему мы пришли? Мы пришли к самому большому баяну в информационном поиске, которая называется взвешивание TF-IDF. То есть условно говоря, лет 5-7 назад, когда людей приглашали на собеседование по инфопоиску, им даже просили в тестовом задании написать, что такое TF-IDF, что ты про него знаешь. Если человек ничего не знал про TF-IDF, то его скорее всего даже не звали на собеседование, ну потому что как бы не имело большого смысла. Сейчас это, понятное дело, знают все. По большому счету все взвешивание и все ранжирование в поиске, согласно такой схеме взвешивания, оно происходит вот по такой формуле. То есть мы берем количество, идем по всем словам запроса, который содержится в документе, и, соответственно, суммируем значение TF-IDF, помноженное TF-IDF, то есть количество раз, сколько слова встретилось в документе, на важность слова, соответственно, в виде IDF, который мы берем из запроса. То есть вот такая вот стандартная схема взвешивания, про которую вы, безусловно, должны были слышать, ну и которую все должны так или иначе знать. Так, тут, я думаю, вопросов ни у кого никаких нет. Все понятно, отлично. Теперь переходим к небольшим обобщениям. TF-IDF. Значит, то, о чем мы сейчас говорили, это мы все рассматривали в рамках одного какого-то конкретного слова. Ну или… То есть, условно говоря, у нас важное слово, чистота терма была, соответственно, каждый терм мы считали какой-то униграммой. Но очевидно, что ничего нам не мешает в общем случае рассматривать такую схему взвешивания и для н-грамм. И по большому счету мы можем разные н-граммы вот в свою меру взвешивания взять с разным весом. Ну то есть, условно говоря, вот у нас есть сначала униграммы, это стандартный TF-IDF. Можем аналогично взять биграммы, тоже посчитать аналогичную штуку и сложить ее, например, с униграммами, ну и так далее. И, соответственно, так там до того порядка, который у нас в память поместится. Так, теперь перейдем к более интересной штуке, которая называется пассаж. Значит, кто такой пассаж? Пассаж — это какой-то кусок документа, какого-то фиксированного размера, ну или размера, который не превышает заданный параметр, в котором встречаются все термы запроса либо какая-то их значительная часть. И ограничиваем мы это все дело исключительно по суммарному IDF у тех слов, которые, соответственно, у нас в документе встречаются. Ну то есть, условно говоря, представимся ситуацию, что по большому счету вот у нас есть какой-то длинный запрос. Ну, допустим, там пять слов или еще сколько-то. И далеко не все слова запроса у нас есть в документе. Но есть, например, какая-то последовательность слов, которая идет, например, в определенном порядке или встречается в тексте близко. Вот это по большому счету и называется пассажем. Очевидно, что даже одно слово из запроса, оно, в принципе, будет являться пассажем, если мы не будем его как-то ограничивать по вот этому значению IDF, который фактически является параметром нашего пассажного алгоритма. То есть, логика такая, что это попытка, скажем так, смачить длинные запросы, то есть дополнительно учтя в ранжировании какую-то информацию о порядке слов запроса, дополнительно отфильтровав какие-то маргинальные обхождения слов запроса, которые, скажем так, являются слабо информативными, например, вхождение каких-то частиц, предлогов и так далее. Ну и, в принципе, в логику взвешивания пассажев можно включать полностью все те характеристики, найденные последовательности слов в тексте, которую мы, в общем случае, в ранжировании хотим заучить. То есть, это и порядок слов, и кучность, и насколько у нас совпадают слова формы, и синонимы сюда можно приплести, и насколько близко оно в начале документа, и в каких зонах документа это все было встречено. Сейчас про зоны документа отдельно поговорим. В поиске, особенно в поиске по интернету, зачастую бывает важно рассматривать документ не как какую-то единую сущность, а разделять, собственно, те данные, которые мы из документа извлекаем, на какие-то, скажем так, смысловые куски. Ну, то есть, условно говоря, мы знаем, например, тайтл документа, мы знаем какую-то метаинформацию про документы, мы знаем какие-то ключевые слова, которыми вебмастера описывают свой документ и так далее. Мы знаем дату публикации, язык и все такое. И по большому счету мы можем все, все, что я вот выше перечислил, по большому счету, то есть тот же самый TF-IDF, те же самые пассажи, считать отдельно для каждой зоны. То есть разбить документы отдельно на фрагменты и, соответственно, вот эти вот все самые статистики считать отдельно, например, по заголовку, по бодям, по ссылкам, по всему чему угодно. Это, в свою очередь, дает очень значимое улучшение в качестве ранжирования. Так, зачастую крайне важным является учитывание компактности вхождений. То есть пользователи, то есть это видно по пользовательскому поведению, они в большинстве своем предпочитают документы, где термины запроса находятся на каком-то небольшом относительном расстоянии друг от друга. То есть это, безусловно, имеет смысл учитывать при ранжировании и, соответственно, каким образом, то есть с вашей точки зрения, это можно сделать как бы оптимальным образом. То есть вот мы не хотим, например, чтобы слова запроса, то есть по документу были разбросаны. То есть, не знаю, первое слово запроса там где-то в начале, второе, середине, там третье, четвертое там где-то в конце. То есть это, понятное дело, что, скорее всего, документ не будет являться, скажем так, действительно релевантным для пользователя, он не будет являться, как бы, документом, который, скорее всего, отвечает пользовательской информационной потребности. Потому что если мы просто видим, что в документе в каком-то случайном порядке встречаются слова запроса, это с очень малой вероятностью гарантирует, что этот документ будет релевантен. Поэтому хочется, в первую очередь, накладить документы, в которых будет… в котором слова запроса будут встречаться компактно. Вообще говоря, если мы хотим построить из вот этих вот составных кусков, зная уже про TF-ID взвешивание, зная про инграмное TF-ID взвешивание, зная про пассажи, какую-то итоговую ускоринг-функцию, то имеет смысл это строить в виде линейной модели. И да, первая слагаемая в этой линейной модели, это то, про что мы говорили, это является инграмным TF-IDF, то есть сумма по разным инграммам разного размера. Вторая слагаемая – это, собственно, взвешенная сумма пассажных рангов. То есть мы понимаем, что в общем случае каждый пассаж, он из себя… его можно взвесить в зависимости от позиции его, в зависимости от кучности слов, там TF-IDF, зоны, в которой мы это все нашли и так далее. И, соответственно, как бы построив такую штуку, мы, соответственно, можем ручками написать формулу ранжирования, которая по большому счету будет отражать все наше представление о том, как должна работать поисковая система, значит, какие вхождения считать более релевантными, какие вхождения считать менее релевантными, ну и так далее. Вот, собственно, обязательно на эту тематику у вас будет Kaggle-конкурс. Так, то, что мы сейчас посмотрели и то, о чем мы поговорили, это по большому счету называется векторную моделью ранжирования, то есть это ситуация, когда и документы, и запросы у нас являются элементами в темберном пространстве, где размерность этого пространства это фактически размерность словаря, условно говоря, который у нас есть. Вот, если мы, соответственно, еще говорим про какие-то инграммы, то тогда наш словарь раздувается еще больше. Вот, ну и, соответственно, тем не менее, как бы это не меняет того факта, что мы остаемся в рамках той же модели, векторной модели ранжирования. Так, ну и по большому счету, что мы считали, когда пытались матчить запросы документов? Мы считали не что иное в рамках векторной модели ранжирования, как косинус между запросом и документом. То есть документ у нас представлялся фактически вектором TF-ов, а запрос у нас фактически представлялся вектором IDF-ов. Вот, и когда мы считали TF-IDF-скоринг, мы фактически считали косинус между этими двумя векторами. Вот. А что им еще можно считать? И почему предлагается считать именно косинус? Как вы думаете? Ну, потому что мы не знаем заранее, сколько будет отличных нуля элементов в первом, в втором бе. Угу. Что вам, международной инициативой с чем-то вовремя? Нет. Вот эта нормировка, как раз, не-не-не, вот вы правильно начали говорить сначала. Почему? Потому что мы… Не знаем, сколько будет отличных нуля элементов в векторе D и Q. Да, их длина может быть постоянная, но она огромная. Нам нужны только те части, которые… Да, да, да. То есть все правильно, это в основном сделано в рамках, опять же, борьбы за тот же перформанс. То есть, например, когда мы считаем косинус, мы считаем косинус только по пересечению тех слов, которые есть одновременно и в запросе, и в документе. Когда мы, например, хотим там считать какого-то эвклида, эвклида надо уже считать по объединению. То есть это уже больше. Ну, косинус считаем по пересечению. Ну, потому что мы рассматриваем только… А, то есть мы, короче говоря, будем сам вот эту верхнюю часть считаем по пересечению, а внизу это каждый… То есть все равно будет как бы объединить, потому что мы должны будем залезть в Q и в D, и чтобы считать… Не-не-не, считаем-то мы фактически вот той формулой, про которую речь шла. То есть считаем мы именно TF-IDF. То есть мы не выполняем вот эту вот нормировку формальную. Так, окей. Значит, что нужно сказать про векторную модель ранжирования? То есть это как бы понятный, интуитивный подход, как можно взвешивать пары запрос документов. Можем, в принципе, использовать любую меру схожести векторов, но нужно понимать, что эта мера, она не должна как бы приводить к тому, что мы начинаем там по всему… по всей размерности гулять. Можно опять же там на это все прикрутить как у… ну, фактически произвольную схему взвешивания термов. Вот. Из недостатков стоит отметить то, что, конечно, эта штука, она работает в основном в предположении о независимости термов. То есть мы, когда говорили про нее, мы говорили про модель мешка слов, и в общем случае вот эта вот тема с пассажами – это в некотором смысле такая типа попытка каким-то образом заучитывать порядок, но заучитывать порядок не на каком-то не на системном уровне, а на уровне каких-то евристик, на уровне каких-то костылей. Вот. Плюс еще нужно понимать такую штуку, что для многих кейсов невозможно определить способ оптимального ранжирования. Ну, то есть, условно говоря, когда у нас есть там какие-то однословные запросы, для однословных запросов мы получаем для многих документов один и тот же вес, и мы не понимаем, например, как переранжировать документы в топе. То есть мы там видим, что у нас есть много документов, у которых скоро как бы одинаковы. Окей. Давайте теперь поговорим про такую штуку, как вероятностная модель ранжирования. Значит, товарищ Робинсон в 1977 году ввел так называемый принцип вероятностного ранжирования. Значит, звучит он следующим образом. Если поисковая система в ответ на запрос пользователя выдает документы в порядке уменьшения вероятности их релевантности по запросу, то качество такой поисковой системы будет максимально. Вот. Ключевой вопрос здесь является такой, что какая вероятность, то что пользователь оценит данный документ как релевантный по этому запросу. Фактически задача сводится для нас к задаче бинарной классификации. То есть нам фактически нужно научиться оценивать вероятность для данного документа, то что он будет релевантным, или он то, что будет нерелевантным. Значит, оценивая эти две вероятности, мы, соответственно, можем ранжировать наши документы по отношению этих двух вероятностей. То есть вероятность того, что документ является релевантным при заданных запросе и документе, и вероятность того, что документ является нерелевантным. Причем взяв это отношение, соответственно, мы вот как раз можем ранжировать документы по тому, насколько выше это релевантность, ну, насколько выше это отношение между документами. Так, значит, для того, чтобы нам это отношение рассмотреть и вывести какие-то соотношения, мы традиционно воспользуемся замечательной формулой Байса, и перейдем, соответственно, от вероятности релевантности при условии документа к вероятности документа как бы при условии того, что он релевантный или нерелевантный. То есть для этого мы воспользуемся формулой Байса. То есть вот на эти вероятности фактически вероятность, то, что документ релевантен, и вероятность самого документа, они для нас будут являться константами, вот, а в основном мы будем работать вот с этой вероятностью, с вероятностью того, что при заданном документе, точнее, вероятность документа при условии того, что он типа релевантен или не релевантен. Вот, значит, в рамках вероятностной модели ранжирования часто выделяют такую штуку, как модель бинарной независимости. Значит, модель бинарной независимости, она очень похожа на векторную модель представления документа, за тем исключением то, что в отличие от какой-то схемы взвешивания, у нас и документы запроса, он, собственно, представляет из себя бинарный вектор. То есть, условно говоря, там, где у нас какое-то слово есть либо в запросе, либо в документе, мы, соответственно, туда ставим единичку. Там, где у нас слова нет, туда ставим нолик. И делаем предположение о том, что у нас появление термина в документе является независимым. То есть, то, что мы ту самую вероятность, которую мы видели на предыдущем слайде, можем, соответственно, расписать в виде произведения вероятностей отдельных слов. Понятно, да? То есть, мы считаем, что появление термом в документе происходит независимо. Давайте введем некоторые обозначения. Через PIT обозначим вероятность встретить IT-термин в релевантных документах. Через SIT то же самое, только в нерелевантных документах. Тогда мы можем, соответственно, рассмотреть то самое отношение, по которому нам фактически придется впоследствии ранжировать. То есть, значит, как мы этого дела можем расписать? Мы можем это расписать в виде произведения двух вот таких вот вероятностей. То есть, это для тех терминов, которые, соответственно, у нас в документе встречаются, мы видим это отношение вероятности PIT на SIT. И, соответственно, второй множитель — это для тех документов, которые… Точнее, для тех слов, которые в документе не встречаются. То есть, дальше что мы делаем? Мы делаем нашу замечательную любимую процедуру, отмножаем и делим на одно и то же, то есть, на вот это вот слагаемое сюда и туда. То есть, ну, видно, да, что вот у нас… Что мы сделали? Соответственно, в итоге пришли к следующему выражению. То есть, вот это вот слагаемое, от вот этого слагаемого не зависит ничего, потому что это сумма, точнее, произведение идет по всем, по всем возможным терминам. А вот эта вероятность, соответственно, точнее, вот это произведение, мы его сейчас дальше рассмотрим. Так, делаем мы наш любимый финт, который традиционно мы делаем с любыми вероятностями. То есть, от произведения переходим к сумме логарифмов. Вот. И по большому счету, вот эта штука есть отношение правдоподобия, которое можно уже использовать для того, чтобы непосредственно ранжировать документы. Давайте вот теперь посмотрим вот на этот слайд и, соответственно, посмотрим на эту табличку, вот на те обозначения, которые у нас тут есть. Значит, обозначим, то есть через R маленькая, это, соответственно, количество релевантных документов, в которых содержится id и термин. Соответственно, всего документов, в которых содержится id и термин, это n маленькая и т. Ну и все остальное по аналогии. Вероятности, которые вот здесь вот есть, которые мы можем использовать для оценки отношения правдоподобия, они, соответственно, получаются вот по таким формулам. То есть и по факту, по большому счету, то есть для того, чтобы ранжировать по модели бинарной независимости, мы можем воспользоваться вот такой вот формулой. Если, соответственно, у нас нету никаких априорных знаний про то, какое количество документов является релевантным, то есть мы ничего про это не знаем. Соответственно, мы можем выбрать в качестве по id и какую-то константу, а вероятность встретить id и документ в нерелевантных документах можно, соответственно, оценить по коллекции. Если мы так сделаем, то мы получим вот такое вот соотношение, которое вам должно кое-что напоминать из того, что мы уже сегодня рассмотрели. Что вам это напоминает? IDF, правильно. То есть мы на самом деле из несколько другой модели, из модели бинарной независимости, получили соотношение, которое на самом деле очень похоже на IDF. То есть это делается вывод о том, что, условно говоря, IDF, который используется в стандартной модели TF-IDF, он в общем случае как бы не случайен. Это какая-то неполная глупость, неполная фигня. Из модели бинарной независимости также следует классическая формула ранжирования, которая традиционно применяется для ранжирования во всяких закрытых коллекциях документов. Это так называемая формула ранжирования BM-25. Кто знает, как расшифровывается BM-25? Предположения? Гипотезы? Может... Это, наверное, модель. Бест матч там? Да, да. Это вы в смысле поиском воспользовались? Нет. Догадались? Нет, на манце, да. Правильно. То есть эта штука расшифровывается как бест матч 25. И на самом деле нужно понимать, что этих бест матчей, там их, условно говоря, там не меньше сотни было. Просто именно вот эта вот комбинация, она является такой state of art, которая работает в среднем лучше, чем все остальное на какой-то произвольной коллекции документов. То есть зачастую вот есть такая коллекция трек, ну, вообще это там целая организация по информационному поиску. Вот они там ежегодно уже много десятилетий, по-моему, проводят всякие конкурсы, которые связаны с ранжированием закрытых коллекций. И вот эта формула бест матч 25, она как бы родилась именно в рамках попытки сделать лучшую формулу ранжирования вот этой коллекции. Ну, представляет она из себя вот такую вот штуку. У нас здесь идет суммирование по всем словам запроса, которые встречаются в документе. Вот эта штука, как вы поняли, она вам уже хорошо знакома. Это некоторый аналог IDF, по большому счету. Это, соответственно, FIT, это частота, то есть количество раз, которое встречается, и ты термин в документе. Это, соответственно, QFIT, это то, сколько раз встречается, собственно, данный термин в запросе. Вопросы тут какие-то есть? На самом деле это очень сильно похоже на тот же самый пресловутый ETF-IDF. То есть если рассматривать вот эту штуку как аналог IDF, и на практике зачастую сюда непосредственно подставляют IDF, вот это дальше идет некоторое отношение с частотами, то есть у нас есть слагаемое, которое учитывает количество, чистоту встречаемости данного термина в документе, И, соответственно, у нас есть слагаемое, которое учитывает частоту встречаемости данного термина в запросе. Давайте для того, чтобы как бы было понятней и наглядней, как это все устроено и работает, можно рассмотреть такой запрос, типа президент Линкольн. Словно говоря, мы делаем предположение, что о релевантных документах у нас нет никакой априорной информации. У нас есть коллекция из 500 тысяч документов. Мы знаем о том, что термин президент у нас в 40 тысячах документах содержится. Типа термин Линкольн содержится в 300 документах. Соответственно, в конкретном документе термин президент 15 раз встречается, Линкольн встречается типа 25 раз. Отношение длины данного конкретного документа к средней длине документа в коллекции, оно, соответственно, равно 0,9. Ну, вот можете посмотреть, тут есть некоторое количество выкладок. Просто когда сами будете писать, реализовывать BM25, чтобы убедиться, что у вас все работает правильно, как бы и все показатели сходятся, вот можете, не знаю, пользоваться этим примером. А вообще, можно посмотреть на самом деле, насколько зависит скор BM25 от того, сколько раз у нас встречается тот или иной термин запроса. То есть, условно говоря, если у нас одновременно и президент, и Линкольн встречаются упомянутые 15-25 раз, то мы получаем скорр там типа почти 21. Если же, соответственно, у нас, например, Линкольна нет, а есть только 15 раз встречается президент, то мы видим, как бы скорр падает до 5. А вот если у нас Линкольн встречается 25 раз, но при этом президента ни разу нет, то скорр как бы вырастает до почти 16. То есть, это как раз вот пример про то, что какие-то слова являются более важными, чем другие слова. И по большому счету, как бы еще раз обращаю ваше внимание на то, что в реальной жизни это все, конечно, учитывается, оно работает, но, скажем так, не является как бы основными факторами ранжирования за счет того, что в этих местах имеет место статическое значение важности слова. Ну, обычно по индексу, да, считается IDF, ничего хитрого. Ну, единственное, когда у вас индекс там типа 10 миллиардов, то есть посчитать IDF, оно становится не вот так вот, чтобы взяли и сделали. То есть, это надо немножко там что-то попрограммировать, а так, по большому счету, тот же самый IDF. Да, помимо, соответственно, классического BM-25, про которое я вам только что рассказал, есть еще так называемый BM-25F. То есть, это ранжирование, формула ранжирования, которая помимо, соответственно, непосредственно тех же самых характеристик, что оригинальный BM-25, она еще учитывает зону документов, в которые каждый термин вошел. То есть, у нас вот тут вот становится не просто чистота вот в этих местах, то есть, не просто сколько раз у нас встретился термин в документе, а условно говоря, у нас становится сумма по вхождением данного слова в документ. И в зависимости от того, в какой зоне мы встречаем, на какой позиции мы встречаем, совпала ли у нас словоформа или что-то еще, мы в общем случае, как бы, можем дать либо бонус, либо, наоборот, что-то там отнять куда-то и так далее. То есть, имейте это в виду, и в общем случае, конечно, для ранжирования реальных веб-документов BM-25F, он намного более предпочтительный и намного более жгущий сигнал, чем обычный BM-25. Здесь понятно все, да, или есть какие-то вопросы по обозначению, там, по всему остальному. Спрашивайтесь, не стесняйтесь. Я так что-то гоню просто потому, что вроде как все понятно, формула явная, никто ничего не обучает нигде, просто берешь, подставляешь значения, считаешь, все хорошо. Но это, условно говоря, классика информационного поиска, с которой информационный поиск начинался и про который вам, вообще говоря, хорошо бы знать. Потому что бывают ситуации, когда нужно делать космолет, а бывают ситуации, когда космолет делать не нужно. Надо просто взять то, что уже люди придумали за вас, там, 20 лет назад, и это, соответственно, применить. Понятно, да? Отлично. Идем дальше. Как вы думаете, вот мы рассмотрели вот эти, значит, чудесные, замечательные модели, которыми люди занимались достаточно длительное время, ну и, в принципе, достаточно успешно. Какие вы недостатки видите в этих рассмотренных моделях? Ну, например, если у нас будет запрос «Президент Линкольн», то эти модели не знают о том, что Линкольн сам по себе является президентом. И, в принципе, если… И что имеете в виду? Линкольн, то… Чаще… А, кстати, да. Что президент Линкольн не могут сказать? Не-не-не-не, давайте, вот, вы же уже люди опытные, то есть, вы же должны как бы понимать. Ну, то есть, мы пытаемся что сделать? Мы пытаемся смачить два вектора друг с другом. Причем, делаем это достаточно жестко. Вот, давайте, продолжите, продолжите вот эту логику. Значит, что я имею в виду под «жестко»? Ну, то есть, то, что некоторые слова… У них, да, у них может быть… Что еще раз? Синонимы, да. Синонимы – это абсолютно верное замечание. Вот, и по большому счету синонимы, они зачастую применяются для того, чтобы пофиксить те недостатки, которые есть в этих моделях, вот, о которых я, на самом деле, вот тут вас спрашиваю. То есть, синонимы – это один из инструментов, при помощи которых вы, соответственно, можете очевидные недостатки этих моделей нивелировать. Ну, просто что эти… что это за недостатки? Там еще аммонимы есть? Аммонимы… Аммонимы тоже бывают, да. Проблема в том, что, когда мы будем матчивать два ектора, у нас, соответственно, если слово имеет в контексте два разных значения, мы будем иметь вообще… Это да, это безусловно. Это называется… Да, это есть такая проблема. Но, условно говоря, вот, когда мы матчим слова, это как бы уже хорошо. Но проблема же есть в том, что есть же куча ситуаций, когда мы понимаем, что по смыслу, блин, написано одно и то же, что… Ну, по словам, это разный набор слов. И… А? Опечатки? Ну, опечатки это в том числе, но обычно, как бы, когда запрос приходит в поисковую систему, опечаточник работает в самом начале. То есть он сначала преобразовывает запрос в тот вариант, который, соответственно, поисковая система уже поймет, а дальше, соответственно, там происходит поиск. То есть опечаточник уже знает там о стандартных ошибках, о том, как пользователи там чаще всего ошибаются, там и так далее. То есть, условно говоря, мы вот сейчас предполагаем, что запрос у нас уже вот в каком-то нормальном виде. То есть там нет каких-то очевидных косяков. Ну, только отсутствие слова регионов, кстати. Получается, мы… Да, да, да. То есть… То есть если… Если смогли вот четко смачить, то есть одно слово, второе слово, то, о чем мы говорили там типа на первой лекции, то есть почему важно мачить и то, и то. То есть почему мы там хотели, например, мачить всякие разные слова формы одного слова и так далее. Потому что мы понимали, что как бы написано-то по факту одно и то же. Соответственно, если мы мачить это не будем, мы это в поиске никогда не найдем. То есть вот эти вот все модели, как только мы какое-то слово не смачили, все, у нас этот документ в ранжировании просел там, фиг моими куда. То есть для нас критически важно понимать, что это слово или эта фраза, она совпадает с тем, что написано как бы в запросе. То есть если мы это не делаем, если мы каким-то образом не начинаем давать бонусы тем документам, в которых имеет место другой набор слов, нежели пользователь ввел в запросе, но тем не менее по смыслу это одно и то же, ну то есть или близко, если мы это не учитываем в ранжировании, соответственно, мы получаем фиговый поиск. То есть это надо иметь… Безусловно, безусловно, да. То есть это, конечно, нужно все учитывать. Тут получается трейдов, либо мы отсеиваем их, короче, по смыслу все, либо мы можем наоборот забить этим все, в общем. Да, ну тут нужно опять же еще понимать такую вещь. То есть вы говорите правильно, что в первую очередь логичнее как бы показать именно то, что четко совпало как бы с тем, что пользователь сформулировал. Но с другой стороны нужно понимать, что не всегда как бы для пользователя, например, все 10 результатов должны быть именно такими. То есть, например, важно, например, первые два результата такие показать, но потом уже важную роль начинает играть диверсификация. То есть, например, там, не знаю, кто-то спрашивает что-то там, не знаю, ФК «Спартак», короче, и тут он сначала хочет, например, попасть на какой-то официальный сайт, потом он дальше хочет, например, попасть на какой-то фанатский сайт, короче, потом дальше он хочет посмотреть расписание матчей, и то есть по большому счету там уже может не быть вот этого вот четкого строгого соответствия. Но с другой точки зрения, с точки зрения как бы семантики, с точки зрения как бы какой-то смысловой нагрузки, то есть мы понимаем, что это, да, это тоже релевантно и это тоже как бы должно пользователю быть показано непонятно да да но там уже там уже как бы играют другие вещи которые вот про которые мы пока не говорим про которые мы будем дальше говорить да ну соответственно про недостатки мы указали первая попытка победить семантику в некотором смысле было предпринято в таком далеком году 88 значит попытка это называлась латентно-семантический анализ в чем смысл смысл заключался в том что фактически что хотелось получить хотелось получить какое-то сжатое компактное представление для слов таким образом чтобы поэтому сжатому компактному представлению можно было соответственно понимать какие слова являются более близкие друг другу по смыслам какие менее ну и по большому счету то есть то что сейчас мы называем word embedding тогда это фактически было сделано через такую штуку как свд разложение матрицы документ термин вот и в чем смысл то есть предполагалось что обучив такое разложение то есть выполнив основное разложение на большой коллекции текстовых документов разложив матрицу документ термин при помощи свд разложения мы соответственно получили бы отдельно матрицу профилей для терминов отдельно матрицу профилей для документов ну и соответственно скалярное произведение между соответственно профилем термина и профилем документа давала бы нам ячейку матрицы документ термин окей соответственно каким образом теперь мы можем этим воспользоваться для того чтобы каким-то образом применить это к информационному поиску. То есть если у нас есть оригинальный запрос Q, если у нас есть оригинальный документ D, то для того, чтобы получить фактически имбеддинг от этого запроса или от этого документа, применив вот эту самую выученную из СВД разложения матрицу А, нам достаточно фактически на вот этот вот длинный спарс-вектор, который представляет из себя вектор фактически по модели мешка ослов в большом оригинальном пространстве для документа и для запроса, умножив на вот такую вот матрицу, которая является фактически ничем иным, как умножением, произведением левых собственных векторов матрицы термин документ на обратную матрицу к матрице сингулярных значений, мы фактически получаем компактное представление для документа и компактное представление для запроса. И дальше, соответственно, уже в этом новом пространстве мы считаем косинус между нашим запросом и документом и уже по этой мере ранжируем. То есть это вот такой вот подход, называется латентный семантический анализ, и он был первой попыткой каким-то образом попытаться получить какую-то семантику при матчинге запроса и документа. Значит, какие есть преимущества, какие есть недостатки у этой штуки? Во-первых, то есть применив SVD-разложение к матрице термин документ, мы фактически получаем, во-первых, оценку близости документов, во-вторых, оценку близости терминов, потому что мы теперь имеем имбиддинги, эти имбиддинги у нас теперь не просто, условно говоря, находятся в оригинальном многомерном пространстве разряженном, теперь они находятся в компактном пространстве, и, соответственно, в зависимости от того, как часто, в каких документах, какие слова встречаются, соответственно, те, грубо говоря, документы, они группируются в какие-то определенные тематики, а эти термины становятся какими-то маркерами этих тематик. То есть мы в результате получаем какую-то пластеризацию, и как следствие мы получаем возможность взвесить пары запрос-документ в новом, вот в этом самом имбиддинги пространстве. В чем была проблема, как бы, и в чем недостаток был всего этого подхода? Недостаток заключался в том, что, блин, есть адский, значит, большой челлендж, как можно сделать для больших коллекций СВД-разложения матрицы термин-документ. Особенно в 88-м году это, как бы, представлялось задачей почти impossible. То есть одно дело делать это для каких-то небольших там закрытых коллекций, другое дело это делать там для задачи масштаба интернета. То есть это, конечно, ну, в общем случае, как бы особо, особо рабочим не представлялось. Так, идем дальше. Тут все понятно, да, что происходит? То есть никаких особенных сложностей нет. Значит, вторая попытка каким-то образом подойти к этой проблеме, она была, на самом деле, сделана, там, товарищем Бенджиус с коллегами в 2003 году, вот, при помощи, значит, нейросетей. И, соответственно, они в своей статье предлагали, как при помощи нейросетей можно решать задачу языкового моделирования. То есть, условно говоря, какая задача стоит? Вот, нам нужно, имея какой-то кусок текста, понять, условно говоря, насколько этот кусок текста правдоподобен. То есть обычно такие задачи традиционно всегда решались с помощью языковых моделей, там, это всякие инграммные модели и всевозможные их вариации. Но, соответственно, вот в статье Бенджио 2003 года предполагается эту задачу решать с помощью нейросетей. Значит, в чем здесь суть? На вход у нас подаются ванход представления слов из контекста какой-то ширины. И мы, соответственно, условно говоря, по какому-то количеству из T предыдущих слов пытаемся предсказать следующее слово. Понятно, да? Какая конструкция? Вот здесь вот у нас на вход подаются ванход представления для оригинальных слов. Дальше они при помощи какого-то преобразования, это преобразование выучивается, соответственно, конвертятся в какие-то имбеддинги. Дальше эти все имбеддинги стекаются. Здесь, соответственно, несколько еще дополнительных слоев там с нелинейностью и со всем остальным. На выходе у нас, соответственно, softmax. Причем softmax, то есть смысл в том, задача заключается в том, что нам нужно предсказать как бы активацию в том месте, который соответствует нашему очередному слову в тексте. Понятно, да, конструкции? Соответственно, штука как бы интересная, штука прикольная, но по большому счету никто, за исключением каких-то институтов крупных, ну, там, Benji, он там в Монреале традиционно заседал, вот, условно говоря, никто такие модели обучать себе и пользоваться ими позволить не мог, ну, потому что не было как бы вычислительных мощностей, раз, и, во-вторых, такую конструкцию нужно понимать, что, чтобы обучить, это нужно, типа, иметь дофига текстов и, соответственно, на большом количестве текстов обучать такую модель долго и сложно. Поэтому, собственно, как-то в массу она не пошла, какого-то распространения особого не получила, вот. И, фактически, новая инкарнация этого всего дела, она уже случилась в тринадцатом году. То, о чем мы сейчас поговорим, это, на самом деле, тема World to Veka, дистрибутивной семантики и все, что с этим связано. Значит, в прошлый раз мы на предыдущей лекции говорили, что такое дистрибутивная семантика. И, значит, дистрибутивная семантика, она предполагает выполнение дистрибутивной гипотезы. То есть, условно говоря, мы смысл слова понимаем, исходя из контекста, в котором это слово употребляется. И, соответственно, слова близки тогда и только тогда, когда они употребляются в одних и тех же контекстах. Значит, фактически, если мы знаем контексты слов, мы, по большому счету, с помощью этих контекстов можем построить вектора, которые эти слова описывают. Ну, логично. Окей. Почему нам просто не взять и, соответственно, не построить по какому-нибудь большому набору текстов, соответственно, представление слов их контекстами? Ну, то есть, вот у нас есть словарь слов, у нас есть множество контекстов. Мы можем сделать такую большую разряженную матрицу размерности произведения, мощностей словаря и множества контекстов, элементы которого будут описывать связь слова с контекстом. Ну, например, это можно просто взять чистоту, например, то есть как часто это слово с контекстом встречается. Или, соответственно, взять такую более популярную, скажем так, в языковом моделировании характеристику, которая называется положительная поточечная взаимная информация. Значит, представляет она из себя вот такую вот штуку, то есть это как бы положительная срезка просто поточечной взаимной информации, которая представляет из себя логарифм отношения совместной встречаемости, значит, слова и контекста, деленная на встречаемость отдельно слова и отдельно контекста. Ну, в общем случае, как бы, вполне себе понятная характеристика. То есть мы хотим знать, насколько, условно говоря, часто, когда встречаются слова, насколько часто они встречаются вместе. Ну, вот, как бы из очевидных недостатков мы, разумеется, имеем крайнюю высокую размерность матрицы, ну и по большому счету вся та проблема, которая у нас изначально была, то есть представляя слова при помощи таких вот векторов большой размерности, мы фактически никак не можем понимать, какие из них являются более близкими друг к другу, какие менее близкими. Потому что если мы рассматриваем контекст, обычно этот контекст, он представляется несколькими словами, если хотя бы одно слово из этих, ну, в этом контексте меняется, то все, как бы, матчинга уже не происходит, соответственно, уже не происходит. Поэтому, как бы, хочется каким-то образом с ними снизить размерность такой матрицы для того, чтобы получить какое-то компактное представление и, соответственно, чтобы это компактное представление уже обладало какими-то хорошими свойствами. То есть если мы, например, в этом обеде-пространстве эти слова находятся там близко друг к другу, значит, они как бы и по смыслу близки. Вот. Соответственно, и в 2013 году, значит, пришел такой товарищ, которого зовут Томаса Миколова. Все знают Томаса Миколова? Никто не знает Томаса Миколова? Окей, чувак изначально работал в Гугле, где написал вот эту вот статью World2Vec. То есть, причем выложил ее на архив. Собственно, по-моему, она до сих пор больше нигде, кроме как на архиве, не опубликована. Ну, то есть он серии не особо на каком-то там ресерче и популярности повернут. Он больше такой инженер, короче. Вот. И смысл в том, что вот когда он работал в Гугле, сейчас он уже работает в Facebook, а и ресерч, что ли, или что-то такое, короче. Вот. Когда он работал в Гугле, соответственно, он там с коллегами предложил фактически то, как можно учить вот эти самые имбиддинги для слов, которые мы так жаждем, которые мы там хотим, которые обладали бы теми самыми полезными свойствами. Но как делать это просто, быстро и на большом объеме данных, и чтобы это можно было все считать на ноутбуке, и вообще все как бы работало зашибись. Вот. То есть это, наверное, тот самый момент, когда какие-то академические знания человека, они соединились с его программистскими скиллами, короче, и получилась как бы на выходе такая программа, как Word to Work. Значит, что предложил Миколов вместе с коллегами в тринадцатом году? Он, значит, предложил две архитектуры того, как можно, собственно, Word and Bidding учить. Соответственно, первая архитектура, она называется CBO, расшифровывается как Continuous Back of Words, и представляет из себя следующую тему. Мы хотим, значит, зная контекст, предсказывать по заданному контексту слово из этого контекста. То есть архитектура понятна, да? У нас есть контекст какой-то определенный ширины. Мы, соответственно, используя этот контекст, хотим предсказывать слово. И есть такая же аналогичная, симметричная архитектура, которая называется SkipGram. Она отличается тем, что мы теперь по слову хотим предсказывать контекст. То есть хотим предсказывать слово из контекста. Вот. Давайте более детально рассмотрим, значит, что было предложено. Итак, значит, на вход подаются ванход представления слов. Причем ванход в той размерности, ну, собственно, размерность вот этого представления — это фактически есть размерность словаря. То есть вот мы имеем, соответственно, на вход несколько векторов. Ну, то есть несколько — это определяется параметром и шириной контекста. Значит, имея эти несколько векторов, мы, соответственно, делаем над ними линейное преобразование. Внимание, линейное преобразование. Одно для каждого, точнее, одно и то же для каждого из слов контекста. Дальше это все мапится в один hidden слой. Причем обращаю ваше внимание, что здесь происходит просто суммирование. Никакой нелинейности тут вообще нету ни в коем случае. Дальше, просуммировав вот эту штуку и получив компактное представление, то есть меньше размерности, мы, соответственно, делаем еще одно линейное преобразование. И вот здесь вот уже на выходе у нас стоит softmax. То есть мы, получается, обучаем такую примитивную нейронную сеть, в которой фактически есть как бы один скрытый слой, один выходной, но нелинейность есть только на выходе. Причем нелинейность в виде softmax. Вот здесь вот у нас просто зашиты два одинаковых линейных преобразования. Вот это и вот это. Ну и архитектура скипграмм. Ровно все то же самое. Сначала мы из слова, его в отход представления, жмем его в имбидинг, опять же, с помощью линейного преобразования. Дальше эта вся штука при помощи одного и того же линейного преобразования дальше конверсится в контекст, на выходе которого стоит softmax. То есть за счет такого представления, за счет такой архитектуры сетки на самом деле удалось добиться достаточно многого в плане вычислительной скорости. Давайте отдельно поговорим про скипграмм. И что там происходит, что там оптимизируется, и, значит, какие юристики применяются для того, чтобы эти вычисления, они как бы происходили быстро, эффективно, и, условно говоря, ну, то есть чтобы те имбидинги, которые мы хотим получить, они обучались быстро. Итак, что здесь что? Значит, T — это размерность текста, на котором мы обучаем, собственно, нашу модель. C — это фактически ширина контекста. То есть, условно говоря, что мы делаем вот в этой архитектуре? То есть мы идем по контексту, выбираем среднее слово из этого контекста и хотим добиться чего? Мы хотим добиться того, чтобы как можно с большей вероятностью предсказывать произвольное слово из данного контекста по какому-то фиксированному нашему текущему слову. Понятно, да, что мы делаем? То есть мы бежим каким-то фиксированным окном, выбираем центральное слово из контекста, и по нему хотим, чтобы сумма вероятностей вот таких вот была максимальна. Понятно, да? Окей. Соответственно, теперь давайте поговорим про то, как удалось добиться как бы радикального ускорения всей процедуры обучения. Значит, если попытаться в тупую использовать Softmax, здесь мы, очевидно, упираемся в следующую проблему. Тут, значит, обозначение понятно, да? Но если непонятно, давайте я поясню, значит. О — это, соответственно, от Output, и это, соответственно, от Input. Через W-штрих обозначено, ну, в смысле, через W-штрих обозначено то, что у нас фактически оказывается на выходе. Это, соответственно, векторное представление, которое у нас есть для слова на входе. То есть это вот то самое one-hot представление. Вот. И, соответственно, какая здесь есть проблема, какой здесь есть косяк? Проблема заключается в том, что из-за вот этого вот знаменателя фактически у нас время вычисления градиента пропорционально размерности словаря. Что, в общем случае, оказывается, ну, полнейшей жестью, если так делать, соответственно, это будет адски долго работать. Вот. Поэтому, соответственно, были предложены две евристики. Микола у себя в статье, которые называются «Иерархические софтмаксы и негатив семплинг». Давайте сейчас поговорим про негатив семплинг. Значит, что это такое? Значит, идея заключается в том, чтобы брать не все слова из словаря, а только то слово, которое мы рассматриваем, плюс к нему еще подмешаем какое-то количество отрицательных примеров. То есть, условно говоря, вот тот самый логарифм, который у нас есть, вот та самая вероятность, которая была вот на этом слайде, она заменяется на два вот таких слагаемых. То есть то, что было в числителе, у нас фактически вот эта вот конструкция остается. А знаменатель заменяется вот на такое выражение. Значит, что здесь есть что? То есть, во-первых, обращаю ваше внимание, что сумма теперь идет, ну, фактически вот по К-элементам, где К выбираются типа от 5 до 20 по рекомендациям авторов, типа для небольших выборок, от 2 до 5 для больших выборок данных. Значит, что из чего здесь берется? Здесь выбираются слова из некоторого распределения PN от W. Что это такое? Что это за распределение? И это распределение тех слов, которые мы думаем, что в контексте данного слова встречены не будут. То есть, условно говоря, фактически на практике это означает, что мы берем униграмное распределение всех слов, которые у нас есть в тексте, и цеплируем произвольным образом те слова, которые не встречаются в контексте данного слова, с теми вероятностями, которые заданы этим распределением. То есть, условно говоря, мы посчитали там частоты, мы знаем, как часто то или иное слово встречается у нас в корпусе текстов. Вот согласно этим частотам мы фактически вот тут вот цеплируем на каждой итерации алгоритмов какое-то множество негативных примеров, соответственно, которые не попадают в наш текущий контекст. Понятно, да, что делается? Типа такой а-ля 7-ю Superwise Learning. Ну, я не знаю, вы уже говорили про своими Superwise Learning с кем-нибудь? Не, не говорили. Ладно, мы с вами поговорим про него. У нас целая лекция про него будет. Идея, понятно, что происходит? Ну, какая-то понятная. То есть, мы берем какие-то произвольные слова, которые не относятся к нашему предположению, то они могут быть сами по себе различными, но самое главное, что они все не подходят к этому. Да, да, да. То есть, здесь смысл… Смысл распределения как в нашем контексте, да? Нет, а как в нашем корпусе текстов. Мы считаем, да, униграмное распределение слов по нашему корпусу текстов. То есть, мы знаем, сколько раз, условно говоря, там каждое слово в нашем корпусе текста встречается. Вот. То есть, это ни в коем случае не привязывается к какому-то контексту. Это именно привязка идет к корпусу текста. То есть, каприорная вероятность встречать там данное слово в нашем корпусе текста. И оттуда, согласно вот этим частотам, мы как бы сэмплируем слова. Понятно, да? Окей. В чем смысл как бы вот этого самого негатив сэмплинга? Фактически, как бы, задача сводится к тому, то есть, задача сети сводится к тому, чтобы, имея два распределения слов, положительное и отрицательное, смешанное в пропорции 1, там, К, угадать, из какого распределения слова пришло? Вот. Причем, если на самом деле сделать хитрую вещь, то есть, если расписать на самом деле вот те вероятности, которые есть, вот, и применив формулу Байса, можно получить, значит, следующую штуку интересную. То есть, во-первых, что мы имеем? То есть, подставив формулу Байса вот это вот выражение, то есть, если мы считаем, что контексты в негативных примерах не зависят от данного конкретного слова, вот, таким образом мы получаем, что вероятность, вероятность того, что, типа, слово и документ, слово и контекст, они, как бы, вот, условно говоря, относятся к тем самым, к тем самым положительным примерам, о которых здесь говорится, условно говоря, то мы можем эту вероятность переписать вот в таком вот виде. Значит, а что это за вид такой? Если мы вспомним формулу для взаимной информации, как она выглядит, она у нас сегодня уже упоминалась, то, по большому счету, вероятность того, что слово является из данного контекста, она фактически определяется вот такой вот формулой. А это, по большому счету, есть не что иное, как PMI минус логарифм от того самого параметра k. То есть, по большому счету, когда мы делаем skip-gram с негатив-сэмплингом в Word2Vec, мы фактически делаем неявную матричную факторизацию матрицы взаимной информации сдвинутой на логарифм k. То есть, основное, на самом деле, что вы отсюда должны понять, что вот Word2Vec, который вроде как нейронная сеть, с другой стороны, это нифига не нейронная сеть. Это матричная факторизация, матрицы взаимной информации, слов и контекста. То есть, это просто, условно говоря, эффективная процедура, как это можно сделать, и особенно это делать быстро, на больших данных. Поэтому, как бы, Word2Vec — это круто и прикольно. И на самом деле, с 2013 года большинство тем, условно говоря, на всяких конференциях по языковому моделированию, они в основном, как бы, привязаны как раз к Word-эмбеддингу, ко всяким разным хитрым моделям про то, как это Word-эмбеддинг можно делать, какими свойствами там это все дело обладает, и так далее. То есть, в некотором смысле, Word2Vec, он такой совершил маленькую революцию, сделал Word2Vec, ну, как бы, Word-эмбеддинг, как бы, доступным для широкой аудитории, как бы, пользователей. Ну и да, наверное, про что еще стоит сказать, что эмбеддинги, выученные эмбеддинги, которые получаются, они по факту обладают алгебраическими свойствами. То есть, по факту, мы для слов получили линейное пространство, в которых, как бы, валидны операции сложения, умножения. Ну, точнее, про умножение точно не могу сказать, сложение точно. Вот. И на самом деле, что прикольно, то есть, вы можете, условно говоря, не зная какого-то конечного слова, проведя какие-то там, манипуляции с векторами, получить представление, например, для какого-то слова, а потом, соответственно, найти вот в этом многомерном эмбеддинг пространстве вектор, который наиболее на это слово похож, или несколько векторов, которые на это слово похожи. И таким образом, в некотором смысле, вы можете делать какой-то более сложный поиск, там, с учетом семантики. Вот. А вообще, то есть, с точки зрения каких-то простых моделей поиска, как эту штуку можно применять? Например, у нас пришел запрос, мы можем взять, например, получить для каждого слова эмбеддинги, их, например, сложить, также поступить, например, для документа, взять слова, которые есть в документе, их тоже сложить, получить два вектора и между ними уже считать косинус. То есть, по факту, это как бы один из способов применения Word2Veq в поиске. Другое дело, что работает он не очень здорово, но об этом мы как бы отдельно поговорим на лекции, где у нас будут более хитрые текстовые модели. Вот. И что на самом деле, о чем мы на текущий момент поговорили? Мы поговорили, точнее, в прошлом семестре мы еще поговорили про булев поиск, дальше, соответственно, сегодня мы поговорили про векторовую модель, поговорили про модель мешка слов, поговорили про BM25 и, соответственно, коснулись ансупервайз латентных моделей. То, что касается LSA, то, что касается Word2Veq. То есть, на самом деле, это далеко не полный список ансупервайз латентных моделей, которые, в принципе, существуют и тем более, которые можно применять для поиска. Про них мы еще продолжим говорить на следующем занятии, которое у нас будет, про хитрые модели текстового ранжирования. Ну и, соответственно, что нас ждет еще впереди, большие темы, это супервайз имбеддинги, то есть, как можно учить какие-то имбеддинги, которые определяют, ну, обладают какими-то определенными свойствами. И, соответственно, про машинное обучение, про то, как можно делать машинное обучение ранжированию, как можно одновременно учитывать много-много разных сигналов для того, чтобы формулу ранжирования построить, какие там есть модели, методы и так далее. Ну, то есть, про это у нас еще весь разговор впереди. Да, ну и, соответственно, в принципе, собственно, материал лекции закончен. Продолжение следует...